Итак, вчера мы завершили нашу тему о Хешеле. И мы увидели, что Хешеле учил о необходимости в искуплении. Он сказал, что в основном, после искупления, мы можем надеяться, что мы можем надеяться. То, что будут три события. Первое – это свобода. Второе – это шаббат. И третье – это надежда Израиля. И хатиква означает надежду. И поэтому, многие люди сегодня, их надежда – Израиля. Потому что Израиль олицетворяет надежду Царства Божьего на земле. Поэтому сейчас мы сделаем обзор различной еврейской мысли, представителей еврейской мысли. Затем мы поговорим о различных выборах, которые перед нами лежат. Во-первых, мы говорили о миссии еврейского народа. И мы сказали, что у евреев, на евреев возложена миссия – быть свидетельством миру. И его миссии – это миссия веры и послушания. Поэтому он учит нас в своей мудрости. И также он испытал нас в пустыне. Но он сказал, что будет много трудностей, и это важно, как мы реагируем на эти трудности. И как же мы ответили, прореагировали на трудности на протяжении истории? И после периода раввинистического мы видим появление Маймонида. И мы знаем, что на Маймонида повлияла греческая мысль Платона и Аристотеля. И он отвергал, что у Бога может быть человеческий характер. Также он отвергал, что у человека могут быть отношения с Богом. И он говорил, что у пророков ум более высшего порядка. И он не понимал, что это не их ум, а их чувствительность к Духу Святому. И так же он учил о важности и о превосходстве Моисея. И он учил, что закон Моисея превосходил любую другую мысль. И он учил, что существует награда, когда мы слушаемся и исполняем заповеди. И так же он не понимал Божью концепцию милости и благодати. И затем мы говорили о Германе Когане. И мы поняли, что для Германа Когена духовность – это идея. И он пытался рационально понимать Бога, но не понимал, как иметь отношения с Богом. И он думал, что Бог – это просто сила. И он фокусировался на человеческой этике, что потом стало гуманизмом. И это дало начало либерализму. И он говорил, что человек морален, когда он исполняет моральные принципы, когда человек может стать Мессией. Поэтому он не верил, что Мессия придет в человеческом образе. И он также не нравился сионизм и создание израильского государства. И печально, что он верил, что немецкая мысль превосходит еврейскую мысль. И в результате он верил, что иудаизм уже не имеет никакого значения. Затем мы также изучили мысль Мордахея Каплана. И Каплан был основателем реконструкционистского иудаизма. И реконструкционистский иудаизм основывается на природном, естественном порядке, а не на Божьем порядке. Поэтому ему нравилась наука, которая объясняла все устройство мира. И он не верил, что порядок, существующий в мире, основывается на Божьем порядке. И поэтому он пытался вписать Бога в этот естественный порядок. И это можно сравнить с тем, что он пытался поместить Бога в коробку. И затем появляется Лео Бек. И что он делает? Он пытается вытащить Бога из коробки. И он пытается возвращать нас обратно к реальности Бога. Лео Бек говорит, что у нас могут быть взаимоотношения с Богом. Так же он верил, что в Библии говорится, Бог создал человека по образу своему. И поэтому он верил, что человек может слышать Бога в своем сердце. И он учил о том, чтобы осознавать присутствие Бога в каждой сфере жизни. И с этой стороны его мысль была очень хорошей. И в отношении греха он говорил, что человек делает грех, человек творит грех, поэтому несет ответственность за грех. И поэтому покаяние – это тот выбор, который делает человек. И если покаяние – это выбор, то искупление также зависит от человека. И искупление – это человеческая работа, а не Божья. И он думал, что миссия иудаизма – это примирить мир с Богом. И так же это примирение было человеческими способами, а не Божьими. Затем мы рассмотрели мысль Франца Розенцвейга. И при Розенцвейге произошел сдвиг в еврейской мысли. И, как вы знаете, Розенцвейг верил в Ишуа как Мессию. Но он все же не стал христианином и не практиковал христианство. Потому что он видел, что христианство основывается на язычестве. И поэтому он развил свою систему, которую он назвал «звездой искупления». И поэтому он сказал, что существует два типа взаимоотношений. Первый тип взаимоотношений – Бог, мир и человек. А второй тип взаимоотношений – это творение, откровение и искупление. И он говорил, что испытание на законности иудаизма – это взаимоотношения, а не исполнение. И он пытался помочь нам понять, что взаимоотношения более важны, чем митсвот. И затем мы имеем Абраам Хешель. И Хешель, если вы помните, действительно spent a lot of time struggling to understand the truth about God. И как мы знаем, что у Хешеля также была борьба. Он пытался понять истину о Боге. Хешель был чувствителен к Духу Божьему. Хотя он не понимал, что это был Дух Святой. Но он понимал, что человек может встретиться с Богом. И он также помог нам понять реальность Божьего Слова и Божьего Духа. И он говорит, что Бог ищет взаимоотношения с человеком. И очень важно, чтобы мы ответили Богу и мы начали искать Бога. И Хешель говорил, что мы можем рассматривать мир с трех сторон. Или же три различных философии. Первый – это фатализм. Или же египетский взгляд на все, что все негативно, все плохо. Второй взгляд – это позитивизм. И это основывается на греческой философии. Что все можно объяснить с положительной точки зрения. И затем он говорит, что настоящий взгляд, настоящая философия – это библейская. И эта философия в основном еврейская. И такая философия приходит, когда Бог открывает истину. И Бог открывает нам истину, когда мы переживаем сверхъестественную жизнь. И такая жизнь возможна, если мы чувствительны к Духу Божьему. Потому что он верил, что мы на самом деле можем общаться с Богом. И, как вы помните, он учил двенадцать моментов, которые относятся к Откровению. Первый момент – это самодостаточность. Второе – это вопрос достоинства человека. Он также учил о ценностях человека, что мы должны ценить. Он также учил о вопросе о проблеме нашего языческого наследия. И затем он учил о том, что мы можем иметь законический ум. И он говорил о вопросе антропоморфизма, которое – это описывание человеческих качеств к Богу. Затем он учил о подлинности Синай, на самом деле был Синай. И затем он также говорил о вопросе чудес, что чудес были настоящими. И затем он также говорил о том, как важно было понимать историю профетов, европейского народа и Израиля. Важности истории пророков, европейского народа и Израиля. И затем он говорил о реальности и авторитете Библии. И он говорил о том, как это влияет на отношения человека с Богом. И также он учил тайне мистицизма. И помните, он также учил о важности митцвы. И он пытался привести к заключению о искуплении человека. Он понимал, что митцва или дела – это очень важно. Но, с другой стороны, он говорит, что митцва или добрые дела не искупят человека. И поэтому мы не можем найти заключение. Мы не можем прийти к выводу. И он так оставил вопрос открытым. Как же мы можем найти искупление. И он говорит, что мы должны focus on our freedom, on the Sabbath and of Israel. И он говорит, что все, что нам нужно, это сконцентрироваться на нашей свободе, на Шаббате и на Израиле. И это основные еврейские мыслители, которых мы изучили. И мы должны спросить, куда же это все приведет нас? Как же человек или евреи могут вообще понять все эти различные мысли? И это вопрос, который евреи пытаются понять в наше время. Какой еврейской мысли мы можем поверить? Где мы можем найти истину? Как мы должны жить? Как мы должны жить? Библия – это правда или неправда? Или человек является центром вселенной? В многих способах мы возвращаемся к тому, что греки пытались понять мир. И во многом мы возвратились к пониманию греками мира этого. И поэтому, потому что мы остались с греческим способом, мы действительно не имеем много решений. Из-за греческого образа мышления мы не можем найти решений. И сейчас мы живем в обществе постмодерна. И каким образом люди живут в постмодернистском обществе? Многие люди разочарованы тем, что они видят в этой жизни. Они разочарованы аморальностью, моральностью или отсутствием морали. У них нет чувства правильного или неправильного. И, как они говорят, нет никакой истины. И все относительно и зависит от моих чувств. Также они очень недовольны жизнью. И они живут с чувством недовольства, качеством жизни. На самом деле они не могут найти мира. Поэтому некоторые пытаются найти решения в политике. Но правительство не может дать настоящих ответов. Поэтому люди разочарованы политикой. Они видят, что политики все делают только для себя. И у политиков нет никаких ответов. Итак, если политика не имеет ответов, то религия имеет ответы? То может ли дать ответы религия? Они говорят, нет, только иллюзии дает религия. Поэтому религия не дает никаких ответов, политика не дает ответов. А где можно их найти? И люди остаются в состоянии отчаяния. И они отчаянны, так как у них нет никакой надежды. Они не могут найти решений. Поэтому в наши дни в иудаизме, где они могут найти надежду? В иудаизме существуют различные виды деноминаций. Некоторые пытаются верить в рационализм Когена. Но они видят, что рационализм так же никаких решений не может предложить. Потому что вы не можете пытаться рационализовать, почему вещи так же, как они так же. И невозможно с помощью логики объяснить все. Вы не можете рационализовать добро и зло. Невозможно с помощью логики понять добро и зло. Почему существует зло? Почему происходят плохие вещи? Многие люди чувствуют это особенно после Холокоста. И Холокост увидел самое худшее в человечестве. И поэтому люди прекратили веровать в Бога. Потому что они задают вопрос, как мог позволить Бог произойти этому злу? И так же у них нет никакой надежды на человека. Потому что они увидели, каким плохим человек может быть. И поэтому здесь мы видим гуманизм, который основывается на неудачи. И поэтому здесь мы видим гуманизм, который основывается на неудаче Германа Когана. Потому что Коуна научил верить в гуманизм, верить в самое лучшее в человеке. Но Холокост показал самое худшее в человеке. И если мы хотим верить, что человек может дать надежду, И так же мы видим, что человек настолько зол, и в нем нет никакой надежды. И поэтому это приводит нас к либеральному мышлению. Это приводит нас к философии Каплана. Но этот тип философии произошел распад, разложение моральных ценностей. Потому что если человек основывает все свои ценности на гуманизме, То гуманизм все равно не даст никакой надежды. И где находится надежда? Где можно найти надежду? И в некоторой части гуманизма они так же верили в универсальность. Что все люди должны иметь одну и ту же универсальную религию, Что в действительности является отсутствием религии. Потому что универсальность не основывается на Боге или Божьей истине. Универсальность пытается найти истину в том, что привычно для человека. И поэтому это приводит к секулярному юдаизму. Потому что это привело к мирскому юдаизму. Это иудаизм из мирского плана. Поэтому такой иудаизм доминирует даже в Израиле. Это религия, которая не основывается на Боге, но основывается на чувствах и мыслях человека. И так же она не дает нам чувство безопасности. И так же в мирском иудаизме люди не могут найти, евреи не могут найти отождествление. И это мы видим отождествление, чувство принадлежности, то, чего ищет еврейский народ. Они ищут чувство безопасности и отождествления. Ранее евреи находили свое отождествление в Боге. А теперь же мы не знаем, где найти нашу отождествление. В каком состоянии и где находится иудаизм? Мы видим, что секулярный иудаизм оставил людей без чувства безопасности и отождествления. И поэтому появляется вопрос на истинность. Что истинно, что подлинно, что мы можем верить? С одной стороны, ортодоксальные евреи пытаются сохранить реальный иудаизм. Они пытаются сохранять святую жизнь с точки зрения моральных ценностей. И они говорят, что наша жизнь может быть освященной, и мы можем быть с моральными ценностями, если будем исполнять митцвод. Интересно, что ортодоксальный иудаизм – одна из самых быстрорастущих форм иудаизма. Мы можем это видеть особенно в Америке. Потому что это единственная форма иудаизма, в которой есть подлинность и истинность. Другие виды иудаизма не основываются на Слове Божьем. Но многие евреи считают ортодоксальный иудаизм экстремальностью. И они говорят, что это слишком экстремально, ведь невозможно все законы исполнить. И поэтому мы можем видеть еще два других вида иудаизма. Мы видим консервативный и реформаторский иудаизм. Но эти виды иудаизма пытаются найти социальное принятие, и необязательно принятие Богом. И они пытаются сохранить еврейское отождествление, еврейскую личность. Но это личность, которая основывается на истории, а не на Божьем Слове. Затем еще есть один вид иудаизма. Это действительно такой вид иудаизма, который практикуют сионисты. И это иудаизм того, чтобы жить в Израиле. И Израиль – это надежда. И те, которые живут в Израиле, считают, что они достигли своей мечты. Но также есть евреи в других частях мира, которые надеются, что в какой-то день окажутся в Израиле. И они надеются, что в какой-то день, в какое-то время они будут жить в Израиле. И когда они будут жить в Израиле, то все будет в порядке. И поэтому их форма иудаизма или сионизма основывается на физической стране Израиля. И еще есть одна крайность. Это крайность еврейского мистицизма. И мы видим, что мистики пытаются найти божественный идеал. Мистики верят, что есть жизнь за пределами Земли. И они говорят, что есть природа за пределами физического и того, что мы можем себе представить. И они верят, что существует семь уровней небес, которых мы можем достигать. И они верят, что можно достичь десять качеств, характера Бога. И этот вид иудаизма – это тайный иудаизм. Поэтому он назван мистическим. И они называют рабби, раввинов, рабби. И они верят, что рабби является их духовным путеводителем или наставником. И многие мистики поверили, что их рабби является их мессией. Потому что он поможет им найти надежду. И их надежда не находится здесь, находится не на Земле. Их надежда в том, что они достигнут самых высших уровней небес. И они верят, что у них могут быть сверхъестественные опыты. Но их опыты – тайные, мистические. И если их опыты – тайные, мистические, то это мистицизм. И это на самом деле не поможет другим людям поверить в надежду Израиля, надежду Мессии. И мы, с другой стороны, верим, что есть один вид иудаизма, который настоящий. И это мессианский иудаизм. И поэтому, на чем основывается мессианский иудаизм? Где мы можем найти нашу истину? Мы можем найти что-то интересное в 1-й Паралепименон, 5-16. 1-й Паралепименон, 15-я глава. 1-й Паралепименон, 15-я глава. 1-й Паралепименон, 15-я глава. 2-й Паралепименон, 15-я глава. 2-й Паралепименон, 15-я глава. 3-й Паралепименон, 15-я глава. 3-й Паралепименон, 15-я глава. 3-й Паралепименон, 15-я глава. 4-й Паралепименон, 15-я глава. 5-й Паралепименон, 15-я глава. И потому Давиду пришлось исследовать, как правильно сопровождать присутствие Бога. И он говорит в 13 стихе, ибо как прежде, не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно. И очень важно для Бога, чтобы мы понимали, как правильно приносить присутствие Божье. И как же правильно это делать? И Ишуа говорит что-то интересное об этом в Иоанна 4 главе. История Ишуа и женщины у колодца. И он говорит в 21 стихе, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. И поэтому здесь он задает вопрос о поклонении. И что он говорит? Он говорит, «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Духи поклоняющиеся, и Ему должны поклоняться в Духе и Истине». И очень важный момент, на который Ишуа обращает внимание. Во-первых, не важно, где Вы поклоняетесь. И вопрос не в том, поклоняетесь ли Вы просто в Иерусалиме. Но что важно, это то, как Вы поклоняетесь. И это поклонение в Духе и Истине. И человек всегда пытался сосредоточиться на том, где Вы поклоняетесь. Вот почему мы всегда важность видели в храме. Но интересно, даже когда Соломон построил такой красивый храм, Бог позволил, чтобы его разрушили. И даже тогда Бог указывал нам, чтобы мы не фокусировались только на храме. Потому что у человека есть привычка создавать красивые храмы. Потому что мы чувствуем комфортно в красивом храме. И мы думаем, что с помощью храма мы попадем в Божье присутствие. Но храм не важен. Почему? Что Ишуа говорил о храме? Что мы храм Бога. Ишуа говорит о храме 14. Ишуа в 23 стихе что-то интересное. Ишуа в 23 стихе говорит что-то интересное. Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Он, кто не любит Меня, не держит Моя, не держит Моя. И Слово, которое вы слышите, не соблюдает Моя, но Слово, которое вы слышите. Не есть Мое, но пославшего Меня Отца. И он говорит, что очень важно соблюдать Слово Бога. И если мы соблюдаем Слово Бога, тогда Он придет, и Его присутствие будет с нами. И мы знаем, что истина в следующем ценит Слово Бога и ценит Дух Божий. И таким образом, вот во что мы, как мессианские евреи, верим. Также мы верим в пророчества Исаии. Исайя 60. Исайя 60. Исайя 60. Иисайя 60. Иисайя 60. Нужно восстать, светиться, потому что пришел свет. Я думаю, что название общины «Свет Мессии» очень подходит к этому стиху. Так как пришел Его свет, и слава Господня взошла над нами. Ибо даже когда тьма покроет землю, Господь воссиял над нами Своим светом. И даже когда Ишуа читал в синагоге, Исаия 61, что это исполнилось, это стало правдой. Первый стих, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, и Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, и узником открытия темницы, и проповедовать лето Господне благоприятное, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его». Не это ли является великим поручением? Это великое поручение, послание, о котором говорят христиане. Но это великое поручение, которое Бог дал нам уже давно. И как мессианские евреи, это истинная путь, к которому мы должны идти. И это наша надежда. И этим мы завершаем наше учение. Теперь время для экзамена.